Чёрный ящик обнаружили сегодня около 6 часов утра на удалённости 1600 метров от берега на глубине 17 метров. Бортовой самописец доставят самолётом военно-транспортной авиации в подносковные Люберцы, в Центральный научно-исследовательский институт военно-воздушных сил. Специалисты этого института займутся расшифровкой самописца. Поисковые же работы в акватории Чёрного моря не останавливаются ни на минуту, несмотря на ухудшение погодных условий. Водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» совершили более 70 погружений, в результате которых на поверхность были подняты обломки самолёта, в том числе крупные фрагменты фюзеляжа и останки 80 членов экипажа. Воздушными судами обследовано свыше 240 квадратных километров. В авиационную группу входят около 30 самолётов и вертолётов, а также беспилотники. Это силы и средства МЧС России, Министерство обороны, Росавиации, Росмор-Речь флота, пограничного управления ФСБ России, Минстрава правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края. А накануне вечером на набережной Хадлерского района состоялся митинг скорби. Почтить память погибших в результате авиакатастрофы пришли сотни сочинцев и гостей курорта. Они зажигали поминальные свечи и оставляли цветы. Именно в этом районе через несколько минут после взлёта упал самолёт Минобороны, на борту которого находились военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски Мини Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Мы сделали всё для того, чтобы организовать приём родственников, для того, чтобы организовать работу служб по поисковым, а теперь по спасательным работам, и будем продолжать эту работу. Объявляю минуту молчания и скорби. Винки памяти на центральной набережной у Южного мола Морпорта возложили представители городской власти, правоохранительных органов и другие сочинцы, которые считают это своим гражданским долгом. Сочинцы вот уже который день сюда идут сплошным потоком, и звать никого не надо. Люди идут, идут, идут. И конца этому потоку нет. Большие искренние соболезнования от нашего города, от всех наших жителей, родным и близким, погибших в этой страшной, совершенно нелепой катастрофе. Это наше большое горе, это касается каждого из нас, поэтому я сегодня здесь. Я считаю, так должен поступить каждый. Эта трагедия объединила всех нас, всех граждан Российской Федерации. Мы соболезнуем всем. Это большая потеря, потому что просто ты спишь спокойно, а где-то 20 километров от тебя падает самолет, а ты просто уносит 90 с лишним жизней. Действительно тяжело. Траурные митинги прошли на всех морских причалах курорта. По завершению, люди еще долго не расходились, продолжая смотреть на море, которое под конец года принесло горе всей стране. А на горизонте все так же курсируют суда, занятые в поисково-спасательной операции. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.